Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что мы с вами встретимся с вами. Тема нашего сегодняшнего семинара – укрепление «Здоровье лета». Надеюсь, что она вам понравится. В своей жизни человек решает очень много разных вопросов в самых разных сферах. А с точки зрения здоровья необходимо поразмышлять над следующими темами. Сколько мы можем прожить? Здоровы ли мы? Что мы можем сделать, чтобы улучшить качество своей жизни? Ответы на эти вопросы помогут нам сохранить здоровье и жить полноценно. И если вы действительно любите жизнь, заботиться о здоровье следует начинать прямо сейчас. Надеюсь, что все, кто меня слушает, поддержат эту идею. Что такое укрепление здоровья? Этот вопрос мы с вами разбирали на семинаре, посвященном оздоровлению весной. И сейчас повторим этот материал. Укрепление здоровья – это меры и действия, которые выбираются в соответствии с закономерностями развития жизни. Они направлены на улучшение состояния тела, укрепление здоровья, увеличение активного долголетия. В традиционной китайской культуре программ по укреплению здоровья много, так же, как и многообразных способов и методов. Но в итоге все сводится к организации правильного питания, соблюдению распорядка дня, учету погодных условий и контролю эмоциональной сферы. Если мы ознакомимся с основами оздоровления китайской традиционной медицины и будем применять их на практике, то сможем лучше поддержать свое здоровье. Культура оздоровления в Китае насчитывает многовековую историю. Золотой век развития оздоровительных практик в Древнем Китае – это эпоха сражающихся царств. Это VI-III века до н.э. Для последующих поколений врачи этого периода оставили идеальный стандарт укрепления здоровья – трактат Желтого Императора о Внутреннем. Основы сохранения здоровья в китайской культуре сводятся к трем базовым принципам. Первый – лечить еще не возникшую болезнь. Второй – пока здоров заниматься профилактикой. Третий принцип – если заболел, предотвратить изменения в худшую сторону. И этих трех принципах заключена самая большая мудрость китайской медицины. 21 век – это эпоха большого здоровья, где главную роль должна играть профилактика. Поэтому китайская традиционная культура оздоровления очень актуальна для современных людей. Мы должны использовать ее достижения для сохранения здоровья. В многообразной культуре оздоровления Древнего Китая есть раздел, который применим и к нынешнему времени. Это оздоровительные практики в соответствии с сезонами года. Соблюдение естественных законов природы – основа оздоровительных практик и источник жизненной силы ци. Мы должны жить в гармонии с природой, чтобы добиться идеального состояния единства человека и мира. Мы можем объединить знания традиционной китайской медицины и современные технологии для достижения цели нести здоровье человечеству. Если современный человек хочет каждый день жить в добром здравии, то он просто обязан знать теорию поддержания здоровья в соответствии с сезонными годами. Давайте рассмотрим конкретные рекомендации оздоровления по сезонам года. Весна – это время очищения. Мы должны избавить организм от всех вредных веществ, которые в нем накопились. Лето – время регуляции. Необходимо регулировать общий баланс организма. Осень – время восполнения питательных веществ. Зима – время профилактики. Следует повышать иммунитет. Теория оздоровления по сезонам учитывает достижения китайской медицины и требует, чтобы в каждый сезон проводились специальные мероприятия для защиты наиболее слабого органа. В весеннем семинаре про оздоровление мы с вами узнали, что весна – это время года, когда особое внимание необходимо уделять печени и ее защите. Секрет укрепления организма летом заключается в том, чтобы следить за здоровьем сердца и дополнительно нормализовывать работу селезенки. Летний период по китайскому календарю начинается с сезона молочная спелость – это 21-22 мая. Проходит через сезон остистый колос, который начинается 6 или 7 июня. Потом идет летнее солнцестояние – 21 или 22 июня. Сезон малая жара, который начинается с 6 или 8 июля. Сезон большая жара, который начинается 23 или 24 июля. И заканчивается летний период сезоном начала осени, который начинается с 8 или 9 августа. Лето – жаркий сезон. Янная Ци на подъеме. Характер – ее огонь. Она сжигает жидкости, причиняет вред сердцу. Летом надо беречь желудок и селезенку, так как они отвечают за усвоение питательных веществ. Так мы добьемся нормализации кровотока. В трактате «Желтого императора» о внутреннем говорится. В трех летних месяцах все живое цветет и наливается. Людям надо спать по ночам, но просыпаться рано. Это движение энергии лета. Путь долголетия. Летом жарко, янная Ци на подъеме, поэтому ни в коем случае нельзя спать долго. Кто не следует этим правилам, поражает сердце. Осенью он будет кашлять, соберет скудный урожай, а к зиме заболеет. Если не беречь сердце летом, очень легко спровоцировать сердечно-сосудистое заболевание. Когда мы знаем принципы здоровой жизни, мы можем правильно организовать свой распорядок дня. Мы с вами повторили, что такое культура оздоровления. Рассмотрели ее базовые принципы. Мы также поняли принципы оздоровления летом. А дальше мы более подробно поговорим о сердце. Великому полководцу древности Суньдзе принадлежат слова. Знать его и знать себя. Сражайся хоть сто раз, поражения не будет. Если мы хотим защитить сердце, то должны очень хорошо знать его. Какова же роль сердца? Мы знаем, что оно ритмично сокращается, обеспечивая органы и ткани достаточным количеством крови, несущей кислород и питательные вещества, и уносящей из них углекислоту, минеральные соли, мочевую кислоту. Это все делается, чтобы обеспечить нормальную работу клеток и их здоровый метаболизм. Западная медицина рассматривается как насос, который в определенном ритме проталкивает кровь по сосудам и обеспечивает нормальный кровоток. Вы знаете, что представления западной и восточной медицины очень серьезно отличаются. Западная медицина рассматривает органы человеческого тела автономно. У каждого органа своя роль и функция. Поэтому в западной медицине основная функция сердца обеспечивает нормальный кровоток. Давайте посмотрим, как описывает сердце китайская медицина. В китайской медицине сердце – это орган-император. Он управляет всеми остальными органами и системами. Если сравнивать организм человека с устройством государства, то сердце будет выполнять роль монарха. Если есть монарх, значит есть вельможи, чиновники и слуги, которые окружают императора. Поэтому сердце не подвергается напрямую воздействию внешней среды. Оно находится в центре человеческого тела. Его защищают многие преграды. Дальше, когда мы в нашем занятии перейдем к меридианам, вы обнаружите, что все органы имеют по одному меридиану, а у сердца их два. Меридиан сердца и меридиан перикарда. Сердце действительно нелегко поранить. Но если оно начинает болеть, это значит, что рушится последний оплот. Поэтому те люди, у кого есть сердечное заболевание, должны понимать, что другим органам еще раньше нанесен серьезный ущерб. В китайской медицине каждый орган описывают при помощи метафоры роли при императорском дворе. Это очень интересно. Давайте посмотрим, какие должности есть у наших органов. Сердце – это великодушный император, а легкие – осмотрительный канцлер рядом с ним, который помогает императору. Поэтому в старости у людей часто развиваются комплексные поражения легких и сердца. Печень – это храбрый маршал, который защищает императора. Если возникают проблемы с печенью, то и сердце императора защищать некому. Почки – это сильный охранник. А селезенка – это вдумчивый советник императора. Селезенка участвует в пищеварении. Насколько мы усваиваем питательные вещества, зависит от селезенки. Когда питательных веществ, якобы, оттворения недостаточно, сердце попадает в опасную ситуацию. Китайская медицина считает, что поражение изначальной ци может привести к развитию сердечных заболеваний. Мы с вами чуть раньше же забрали должности при дворе для каждого органа. Сердце – это император, наивысший властитель, поэтому никто им не управляет. У императора в Китае есть еще одно имя – сын неба или сын высшего божества. Поэтому только небо может приказывать сердцу. Когда судьба императора подходит к концу, никто ничего не может сделать. Так было с последним императором династии Мин – Чунчженем. Он хотел все свои богатства и хлеб раздать народу, но на период его правления выпало много бедствий. Ему не оставалось ничего другого, как повеситься на дереве в парке Цзиншань. В китайской медицине небу соответствует изначальная ци. Где она хранится? В почках. Поэтому те проблемы с сердцем, которые возникли из-за поражения изначальной ци, в основе являются и причиной нарушения работы почек. В клинической практике часто встречается такая картина, когда нарушение работы почек легко провоцирует и нарушение работы сердца. У одной болезни сердца могут быть самые разные причины. Согласно китайской медицине, проблемы с сердцем определяются множеством меридиан, проходящих через этот орган. Например, через сердце проходит меридиан легких. Он начинается на большом пальце, идет вверх по руке и проходит по груди перед сердцем. Проблемы с меридианом легких могут сопровождать тревожность и чувство жатости в груди. Если возникли эти два симптома, следует обратить внимание на легкие. Меридиан желудка начинается на ноге, но далее тоже проходит через сердце. Проблемы с меридианом желудка могут вызвать немотивированное чувство паники. Меридиан селезенки тоже проходит сквозь сердце. Если возникают проблемы с меридианом селезенки, может возникнуть острая боль в сердце и эпигастральной области, нарушение сердечного ритма и учащенное сердцебиение. Эти симптомы связаны с меридианом селезенки. Поэтому китайская медицина считает, что сердце не болеет в одиночку. Это проблемы не только сердца. Все проблемы напрямую связаны с тем меридианом, который здесь проходит. Китайская медицина считает, что если время возникновения сердечной боли совпадает с временем активности меридиана того или иного органа, за который этот меридиан отвечает, значит и проблема с сердцем связана именно с этим органом. У многих людей проблемы с сердцем возникают в 2-3 часа ночи. Это время активности меридиана печени. Значит, проблемы с сердцем у этого человека тоже будут связаны с печенью. А у некоторых проблемы с сердцем возникают в 8-9 утра. Это время активности меридиана желудка. Значит, в этом случае заболевание сердца связано с желудком. Таким образом, если сердце начинает беспокоить человека в строго определенное время, можно говорить о закономерности и посмотреть, какой меридиан активен в это время. Тогда станет понятно, что орган, отвечающий за этот меридиан, и есть источник болезни. Давайте повторим, когда активны меридианы. С 23 вечера до часу ночи работает меридиан желчного пузыря. С часу ночи до 3 утра работает меридиан печени. С 3 до 5 утра активен меридиан легких. С 5 до 7 утра меридиан толстого кишечника. С 7 до 9 утра меридиан желудка. С 9 утра до 11 по полудни меридиан селезенки. С 11 утра до часу дня меридиан сердца. С часу дня до 3 часов дня работает меридиан тонкого кишечника. С 3 дня до 5 вечера работает меридиан мочевого пузыря. С 5 до 7 вечера работает меридиан почек. С 7 до 9 вечера меридиан перикарда. С 9 до 11 вечера работает меридиан трех обогревателей. И если мы выучим время активности меридиана, мы сможем понимать, проблемы с таким органом вызывают боли в сердце в том или ином случае. Китайская медицина считает, что сердечные заболевания, возникшие в результате поражения изначальной тси, проявляются в двух формах. Первое – экстрасистолия. Людей с этой проблемой очень много. Я приведу метафору в качестве примера, чтобы вы могли понять, что такое экстрасистолия. Вспомните, что происходит, когда во время поездки на машине кончается бензин. Автомобиль резко двигается вперед. Это внеочередное преждевременное возбуждение. Так же происходит и с сердцем. Но при экстрасистолии поражение изначальной тси еще не такое сильное. Второе проявление – перебои сердечного ритма. Перебои с сердечным ритмом можно описать на примере накачивания шин велосипеда. Когда у человека сил достаточно, он легко накачает колесо. Но когда сил недостаточно, а значит недостаточно изначальной тси, он будет ускорять движение во время накачивания шины. В перерывах между движениями человек будет отдыхать. Это тоже пример нарушенного ритма. Самое опасное нарушение ритма – регулярное. Это предвестник большой беды. Если поражена изначальная тси, значит возникает экстрасистолия и сбои сердечного ритма. В таком случае следует обратить внимание на почки. Чтобы избежать возникновения серьезных проблем с сердцем, мы должны обращать внимание на наши повседневные привычки. Какие вредные привычки и негативные факторы могут спровоцировать сердечное заболевание? Во-первых, злоупотребление алкоголем. Во-вторых, неумеренность в еде и питье. И в-третьих, хронический запор. Все это достаточно легко понять. Первые два поражают селезенку и желудок. Мы уже говорили раньше, что меридиан селезенки проходит через сердце. Поэтому, когда селезенка работает плохо и начинает болеть, это провоцирует проблемы с сердцем. В повседневной жизни мы должны беречь селезенку и желудок. Также мы одновременно защитим и сердце. Опасность представляет и запор. Особенно в пожилом возрасте и особенно хронический. Меридиан легких тоже проходит через сердце. Легкие и толстый кишечник – это парные органы, которые связаны меридианами. При запоре приходится сильно напрягаться. После отделения стула внизу становится пусто. В легких тоже становится пусто. Наступает недостаток тей легких, что тоже провоцирует нарушение работы сердца. Поэтому в повседневной жизни нельзя допускать злоупотребление алкоголя, неумеренности в еде и питье, а также возникновение запора. Дальше мы с вами разберем частые дискомфортные состояния, которые могут возникнуть летом. Учащенное сердцебиение, короткое дыхание, бессонница и забывчивость. При таких симптомах китайские врачи ставят диагноз «пустота инь сердца». Это все происходит при снижении функциональной активности сердца. Сухость во рту, ощущение духоты и твердый стул – такие симптомы возникают при двойной пустоте сердца и селезенки. Отрыжка и кота, нарушение пищеварения. Эти симптомы говорят о дисбалансе между желудком и селезенкой. Чувство распирания в животе и подреберьях, стул жидкий или неоформленный – это избыток сырости в селезенке, истощение ян селезенки. Обратите внимание, что почти все дискомфортные состояния летом связаны с сердцем и селезенкой. Мы переходим к третьей части нашего семена. Как проводить профилактику заболеваний сердца? Традиционно, китайская медицина считает, что должны быть профилактика и регуляция. Сначала надо обязательно найти корень болезни, а при поиске корня – самую первую причину, так называемый источник болезни. В Китае есть древние поговорки – «Отвязать колокольчик с шеи тигра должен тот, кто его привязал». Смысл этой поговорки в том, что у каждого результата обязательно должна быть истинная причина. Китайские врачи любят повторять, когда меридианы проходимы, все проблемы пройдут. А мы с вами разберем, как проходит ручной меридиан сердца. Ручной меридиан сердца называют «малый инь», потому что он проходит по внутренней поверхности руки. Внутренние поверхности относятся к «инь», а внешние – к «ян». Меридиан сердца как раз проходит по внутренней стороне руки. Время активности меридиана днем с 11 утра до часу дня. Направление от точки си чуя под мышкой по внутренней стороне руки до кончатся. Давайте посмотрим, как восстановить проходимость меридиана сердца. Первый способ – прохлопать его сверху вниз. Второй способ – круговыми движениями массировать кончик мизинца. Почему именно мизинца? Меридиан сердца заканчивается именно здесь. Если часто его массировать, это также помогает восстановить проходимость меридиана сердца. Третий способ – резкими ударами простучать точку дзи цюань под мышкой. Можно стучать кулаком, можно массировать большим пальцем. Точка находится в центре подмышечной впадины, а можно массировать большим пальцем легкими круговыми движениями. Все эти способы подходят для восстановления проходимости меридиана сердца. Эти упражнения можно выполнять по три раза в день, между приемами пищи, в 10 утра, в 3 дня и перед сном. Я уже говорила раньше, что в отличие от других органов, только сердце имеет два меридиана. Один – меридиан сердца, а второй – ручной меридиан перикарда, трансформирующийся инь. Он тоже находится на внутренней поверхности руки. Время активности меридиана – с 7 до 9 вечера. Поэтому в это время не рекомендуется быть излишне активным. Лучше почитать книгу, послушать музыку, посмотреть телевизор, сделать что-то, чтобы успокоиться. Это полезно для сердца. Давайте посмотрим направление. Начало меридиана находится на плече, на его внутренней стороне. Направление от точки тянь-юань на плече вниз по центру руки, через центр локтевой впадины и центр ладони до кончика среднего пальца. Линия, которая у нас только что получилась, называется меридиан перикарда. Давайте посмотрим, как восстановить проходимость меридиана перикарда. Первый способ – простучать по ходу меридиана от плеча до пальца. Простукивать сверху вниз. Второй способ – круговыми движениями массировать кончик среднего пальца. Третий способ – круговыми движениями массировать точку лаугун на ладони. Точка лаугун находится не в центре ладони. Надо плотно сжать пальцы в кулак, то место, куда упрется средний палец и будет нужной нам точкой. Меридиан перикарда проходит через середину локтевой впадины. Эта точка называется чуйцзо. Мы можем простукивать ее кулаком. Можно простукивать ладошкой сложенной лодочкой. Эти четыре способа помогут нам восстановить проходимость меридиана перикарда. В соответствии с теорией традиционной китайской медицины все нарушения работы сердца можно разделить на четыре группы. И для каждой из них я предложу свою программу. Первая группа – нарушения в работе сердечно-сосудистой системы при двойной слабости желудка и селезенки. Раньше мы уже разбирали, почему слабость селезенки и желудка может провоцировать развитие проблем с сердцем. Для людей этой группы рекомендуется три продукта. Тяньши с высоким содержанием кальция. Капсулы Вейкан Тяньши и капсулы Тяньши с мицелием кардицепса. Кальция выполняет много важных функций и в том числе обеспечивает нормальный ритм сердца. Капсулы Вейкан Тяньши, помимо нормализации работы сердца и очищения сосудов, обладают еще и нормализующим действием на желчный пузырь и печень. Если желчный пузырь и печень работают нормально, желудок и селезенка тоже придут в норму. Поэтому этот продукт оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему. Кардицепс нормализует работу почек. Вот почему этот комплекс будет очень эффективен для тех людей, у которых не только проблемы с сердцем, но и слабая пищеварительная система. Вторая группа для нормализации нарушений в работе сердечно-сосудистой системы при избыточности янной энергии печени, то есть если проблемы с сердцем вызваны гиперфункцией печени. В таком случае обычно мы тоже рекомендуем три продукта. Хитозан в капсулах Тяньши, капсулы Вейкан Тяньши, капсулы Тяньши с мицелием кардицепса. Хитозан очень хорошо нормализует работу печени. Кроме того, это продукт, создающий щелочную реакцию, что тоже полезно для успокоения печени. Капсулы Вейкан Тяньши мы добавим по той же причине. Полезна и для сердца, и для печени. А капсулы Тяньши с мицелием кардицепса для почек. Как принимать? Тяньши с высоким содержанием кальция по одному пакетику утром и вечером после еды. Капсулы Вейкан Тяньши по одной капсуле два раза в день. Капсулы Тяньши с мицелием кардицепса принимаем по одной-две капсулы один-два раза в день во время еды. Хитозан в капсулах Тяньши лучше всего принимать на голодный желудок за час до сна и сразу после пробуждения по три капсулы. Третья группа для нормализации нарушений в работе сердечно-сосудистой системы при конфликте сердца и почек. Что значит конфликт сердца и почек? Это значит, что они работают несогласованно. Мы используем капсулы с рецефиратролом Тяньши для нормализации работы сердца, капсулы Тяньши с мицелием кардицепса для нормализации работы почек, Тяньши с высоким содержанием кальция нормализует сердечный ритм. Четвертая группа для нормализации нарушений в работе сердечно-сосудистой системы при слабости легких. В этой программе тоже три продукта. Тяньши с высоким содержанием кальция, капсулы Тяньши с мицелием кардицепса и целебные капсулы Тяньши. Мы знаем, что целебные капсулы Тяньши улучшают снабжение сердца и легких кислородом. Когда от сей легких недостаточно, это значит, что у организма недостаточной энергии Ян. Поэтому мы используем целебные капсулы Тяньши. Как принимать Тяньши с высоким содержанием кальция по одному пакетику утром и вечером после еды? Капсулы с рецефиратролом – одну-две капсулы один раз в день на голодный желудок. Капсулы Тяньши с мицелием кардицепса принимаем по одной-две капсулы, один-два раза в день во время еды. Целебные капсулы Тяньши следует принимать утром и вечером по три капсулы на голодный желудок. Проблемы с сердцем мы разделили на четыре группы. Разным людям нужна разная продукция. Я очень надеюсь, что вы сможете выделить эти четыре группы. Помните, причины развития нарушения работы сердца у всех людей разные. Недостаточно обращать внимание только на меры по оздоровлению. Мы должны знать четыре главных запрета для летнего времени. Это то, чего категорически нельзя делать. Первое. Летом нельзя на голодный желудок пить чай. Второй запрет. Нельзя мыться холодной водой. Даже несмотря на жару. Обливаться или мыться холодной водой все-таки нельзя. Летом янная энергия распространяется вовне, а холодная вода может ее поразить. Поэтому особенно утром надо использовать теплую воду. Третье. Нельзя переохлаждаться ночью во время сна и ложиться поздно. Четвертое. Нельзя есть сырое и холодное, особенно вечером. Погода жаркая. Длинный световой день. Все ложатся поздно. Если перед сном еще и съесть что-то сырое и холодное, это будет вредно и для сердца, и для селезенки. Селезенке не нравится сырое и холодное, а больше всего ей не нравится переедание. Слабая желудок и селезенка – прямой путь возникновения нарушения ромбота сердца. В заключительной части семинара мы поговорим о ежедневных мерах для сохранения здоровья сердца. Первое. Соблюдение режима дня. Нужно обеспечить хорошее качество сна. Второе. Движение. Следует обеспечить разумную и подходящую именно вам двигательную активность. Третье. Оздоровление эмоциональной сферы. Сохраняйте ровное состояние духа. Не стоит очень сильно ни сердиться, ни радоваться. Сердце не любит сильных эмоций, ни радостных, ни печальных. Четвертое. Правильное питание. Больше есть горького, меньше соленого. Не употреблять жирную пищу. Если мы хотим проводить эффективную профилактику, следует не только принимать продукцию тяньши, но и соблюдать рациональный режим дня, сформировать полезные повседневные привычки и не нарушать запреты. Эффективным будет только комплекс профилактических мер. На этом наш семинар заканчивается. Надеюсь, он вам понравился. И полученные знания вы будете использовать и для сохранения здоровья, и для развития бизнеса. Спасибо за внимание. До свидания.